но всем здравствуйте с вами крома нёнец сегодня мы будем гулять по колорадо у меня тут удалось так что о там животные какие-то бегают снимаю на iphone так что будет всякие такие вот шумы потому что сейчас 6 часов утра начинает расцветать и это бродилки с кроманьонцем сегодня мы будем обсуждать одну тему о которой я думаю постоянно в последнее время о том что мы живем в сумасшедшем мире но пока вы будете меня слушать мы будем идти до конца пешеходной походной дороги который называется ice lake basin понеслась в общем я как вы видите очень вам разрешение только пытаюсь вам показывать обычно природу красивые места в америке я конечно легко мог бы делать я извиняюсь здесь я буду будет казаться что я тут вешу 200 килограмм и задыхаюсь просто идти но сами понимаете в горах воздуха не очень хватает он тут даже меньше воздуха чем в аризоне хотя я думал из-за деревьев должно быть по-другому но не в этом дело а я мог бы вам показывать свои покупки я мог бы показывать вам влоги с работы что я там хочу себе купить но проблема в том что он мне это совершенно не интересно даже не капельки потому что мне просто не 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 имею в общем я какой-то такой жилки потребителя я не фантазирую о том как в какой-то момент я наконец-таки смогу себе купить ferrari я смогу без проблем покупать последний айфон мне это тупо не интересно единственное что мне интересно покупать для себя это вещи которые позволяют мне творить примеру да сейчас я купил себе айфон 11 потому что он классно снимает я считаю что для телефона стабилизация хорошая а 4к 60 кадров в секунду классно но до этого у меня был айфон 6s и все эти следующий айфон после 6s я не думал зачем мне обновляться потому что я не видел большой разницы но теперь как бы я решил обновиться я люблю покупать разные например не знаю новые ноутбуки через несколько поколений для того чтобы заниматься анимациями мне это помогает вот вещи которые позволяют мне творить я люблю их покупать иногда я могу потратиться например на видеоигры я знаю что многие люди будут против этого будет горячо блин но я считаю что все зависит от того что ты играешь и если ты зависим от видеоигр или нет вот иногда я на часик люблю отвлечься на видеоигры в общем с какой-то стороны люди могут подумать что я какой-то хипарь а не хочу жить вот в обществе мне это не нравится я вот хочу быть наедине с природой и многие люди например которые это пропагандируют я считаю что иногда прям очень сильно уходят в радикальность какой-то я считаю что если вы даже любите природу вы хотите в ней находиться вы цените традиционные ценности извините за автологию вы все равно полностью не сможете выбраться из системы невозможно человеку просто взять и идти против системы и чувствовать себя хорошо проблема в том что нам все равно придется работать и возможно невозможно а точно большинству придется работать на дядю вам нужно будет как-то прокормить семью и заниматься тупо охотой но не у каждого получится поэтому вы просто не сможете в 90 процентах быть каким-то отшельником вам нужен будет какой-то доход да вы можете например стать монахом отшельником делать видосы с природы и как-то зарабатывать монетизации но как мы знаем заработок с монетизацией такие принципе каналы они очень сильно андеграундные и не выходят в тренды вы можете себя чувствовать плохо по разным причинам когда вы хотите делать то что вам кажется нормальным это может быть социальные причины потому что мы люди социальные нам всегда хочется быть в группе людей если вы имеете какие-то свои принципы не хотите быть такими или быть такими как все то вам будет несомненно иногда сложно плюс вся наша общественная деятельность как мы живем разработана так чтобы вы работали на эту систему какие же виды я извиняюсь просто хочется останется и посмотреть вам наверно этот же вид надоел поэтому давайте я пройду сейчас куда-нибудь с другим видом и продолжу говорить ну я это все в общем говорил а к тому что либо вы принимаете систему какая она есть и вы будете возможно себя чувствовать не очень иногда но вы будете себя постоянно отвлекать покупками вы будете просто стремиться к лучшему статусу в этом социуме вы будете работать вы будете стремиться вы не будете лузером ну знаете все эти мони мотивационные риторики бизнес молодости либо вы будете себя чувствовать постоянно не очень и большая вероятность что в итоге у вас могут развиться разные ментальные болезни и вы можете в итоге стать например алкашом дядей олегом который сидит постоянно около опадика и пьет возможно этот человек раньше был интересным интеллектуальным но его раздавила система мы не можем судить о людях просто по одежке и то что они вот алкаши мне кажется что проблемы могут быть гораздо глубже чем они кажутся все эти например их не как мы называем животные проявления они например идут с кем-то дерутся это не обязательно из-за того что у них маленький айкью это не обязательно что они просто козлы возможно у них просто развились разные ментальные болезни и надо понимать что мы все родились уже в этой системе нам навязали какие эти все ценности с раннего возраста и сложно представить что-то другое но мы по-настоящему живем в больном обществе и как бы нас не пытались выращивать я так это скажу выращивать для того чтобы мы были настоящими потребителями и больше ни о чем не задумывались кроме своей выгоды мы мне кажется все равно понимаем что что-то не так мы может быть не понимаем причину этого но мы чувствуем это поэтому вы наверное чувствуете иногда разные непонятные чувства тревоги у вас иногда депрессивные состояния конечно могут быть разные факты факторы но мне кажется что у большинства людей именно так но нам говорят что причина всего этого потому что у тебя гормональный дисбаланс а почему у нас гормональный дисбаланс да разные есть причины причины могут быть от того что у нас было плохое детство например проблемы в семье но не у каждого же человека не у большинства же проблемы в семье хотя здесь конечно в последнее время можно поспорить нам редко объясняют причину почему все это происходит с нами и наши все эти зависимости мне кажется что сейчас практически нет человеку которого бы не было бы хоть какой-то зависимости зависимость может быть от плохой еды от порнографии но самая странная для меня зависимость последнее время которую я замечаю на себе это зависимость от покупки вещей серьезно мне иногда например если скучно я например по какой-то причине чувствую себя не очень вырабатывается чрезмерно много стресса я захожу на амазон это ну вы наверное все знаете штука амазон но если кто не знает это местный алибаба интернет магазин мне например хочется что-то купить я смотрю себе например какие-нибудь там очки я чтобы вы понимали не хочу казаться каким-то невероятно идеальным человеком я сам например бывает грешу я сам иногда хочу например себе купить какие-нибудь очки Ray-Ban но потом я начинаю думать почему почему я хочу купить себе вещи которые в принципе мне не нужны и это конечно же наводит меня на разные мысли там водопад небольшой неинтересно здесь живут бобры или нет похоже на какую-то бобровую как ее называют плотину самое печальное это то что многие люди даже не смогут понять по-настоящему почему они себя чувствуют неважно почему у них происходят разные психологические приступы я вот например наверное последние лет пять только начинаю осознавать что мне по-настоящему нравится от чего мне становится некомфортно и мне кажется что в этом и заключается вся жизнь оп чуть не упал тут у нас камушки поэтому всегда анализируйте думайте что вам по-настоящему хочется делать в этой жизни что вам по-настоящему приносит радость мне вот например по-настоящему приносит радость а не просто меня отвлекает от проблем понимаете есть разные вещи например когда вы себя просто отвлекаете от проблемы и вам кажется что вау классно не так и плохо но по-настоящему вещи которые приносят не удовольствие и я их не знаю там когда мне не очень вспоминают для того чтобы понять что жизнь не так и плоха это например когда я ходил куда-то со своими друзьями еще в россии когда я посещаю вот такие вот места например в природе я себя чувствую по-настоящему комфортно мне спокойно мне приносит это удовольствие конечно же у меня не вырабатывается столько дофамина сколько бы вырабатывалось от просмотра например порнографии но в итоге я себя чувствую отлично какой-то дзен происходит нету какой-то оверстимуляции просто настоящее спокойствие и самое главное то что я хочу сказать что нам всем продают иллюзию и мы живем в иллюзии нам кажется что у нас есть выбор свобода мнение иногда потому что как ни крути некоторые люди подаются какой-нибудь агенде либо пропаганде и думают что это их не их не не их не а их все поправляемся думаю что это их идеи и думать что это их мысли но это неправда и иногда чтобы это понять нужно просто выбраться куда-нибудь где нету разных постоянных отвлечений от своего внутреннего мира мне кажется мы уже почти постепенно приближаемся к озерам здесь должны быть где-то озера и наше видео подходит концу но что что я смотрел в интернете ведь должен быть отчуменный так что перед тем как переключиться на другое видео в ютубчике может быть стоит все эти задержаться вот здесь у меня у кроманьонцы тут кто-то палатку поставил а вот оно и озеро интересное интересный оттенок ого какое оно голубое прям такое синее что-то я такого в жизни не видел классно не стоит забывать что нам дана только одна жизнь и проживать ее как гондон не стоит а да что я имею ввиду под словом гондон так вот пожив в америке некоторое время я конечно же нахожусь в мекхи потребление хотя конечно же в америке есть конечно такие вещи как замечательная природа но если вы будете жить каком-нибудь городке либо просто будете разговаривать с обычными американцами вы поймете что эти люди достаточно потреблядство ориентированы и нужно понять что мы живем как гондоны почему я например вот такую вот аллегорию привожу к примеру система тебя использует использует и потом когда ты становишься старым тебя просто выкидывают как использованного гондон и поэтому мы сейчас имеем очень много фильмов про антигероев сейчас популярен блин какой вид сейчас популярны всякие как их постироничные блогеры у нас постироничная культура опа там у нас блин не будет заметно у меня линза стоит широкоугольная но там зверек вот плюс конечно же не стоит забывать что с помощью фильмов медиа у нас романтизирует психологические заболевания хотя ничего романтичного в психических заболеваниях нету но я например сам таким был когда я смотрел какой-нибудь фильм где показан герой и него всякие галлюцинации проблемы с головой это так показано что это интересно он будет там мертвецов видит это так ну наверное было бы классно тебе тоже такое видеть но я знаю лично людей которые которые имеют галлюцинации иногда и поверьте это не весело это совсем не то что вам нужно не самый безопасный подъем конечно потому что тут все эти камни они скользят вниз и ты с ними ну что я вот уже забрался высокие точки в этой местности неплохо надеюсь я слышно тут ветер сильный единственное что хочу сказать что на камеру ничего этого на самом деле не передать я когда сюда ехал до последнего думал что может быть место не очень мне до сюда надо было ехать 8 часов вот но это того стоило